Эволюция Гоминид Эволюция Гоминид Дело в том, что глобальные биологические процессы, они построены на весьма прозаических системах, а именно, то есть существует так называемый, если образ визуальный такой создать, эпигенетический ландшафт, который был ещё придуман до Второй мировой войны у Дингтона, который занимался эмбриональным развитием, и для того, чтобы пояснять людям, что происходит, он объяснял так, Так что вот существует некая устья реки, и представим себе, что там по нему движется кораблик, и вот, значит, этот кораблик может пойти по одному, по одним небольшим ответвлением, по другим, по третьим, по пятым. И вот эта ветвящаяся сеть, которую в том числе рассматривал Гудвин, который вынес даже эпиграф такой, сад ветвящихся троп, в развитии. То есть к развитию действительно здорово всё прикладывается, потому что вот одна клетка оплодотворилась, и дальше она делится, 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 и путь морфогенетический может быть и летальным, и нормальным, и каким хочешь. Это зависит от массы эпигенетических событий, то есть внешних. На самом деле, этот пример наглядный, он очень хорош для того, чтобы пояснять, что происходит в эволюции гоминид. Собственно говоря, жизнь каждого человека – это некое движение, где фактор времени является непреложным, изменить его никак нельзя, оно однонаправленное. И во время действия этого фактора человек живёт свою жизнь, а по мере того, как он её живёт, он совершает те или иные поступки. И так или иначе может изменить свою жизнь в одну или в другую сторону. Но большинство людей над этим не задумываются, и вот, как вы сейчас видите на экране, они представляют всю жизнь такую визвитую, но достаточно прямолинейную. Вот так, как катится шарик. Самые догадливые и сообразительные, они предполагают, что это всё-таки дело посложнее, иногда вспоминая о прошлом. Говорят, вот если бы я поступил бы вот так, или поступила бы вот так, то смотришь бы, жизнь сложилась совсем по-другому. Это действительно так. От многих эпигенетических маленьких факторов зависят очень большие события в последующей жизни. И за этим надо следить, в общем, на самом-то деле. И тогда выглядит картинка немножко по-другому. Вот бегущий шарик в соседней дорожке. Видно, что он идёт, а может с равной вероятностью оказаться то в одном, то в другом финальном канале. То есть эти примеры я показываю для того, чтобы вы смогли понять, что на самом деле вот этот эпигенетический ландшафт, он, конечно, отчасти детерминирован, но не смертельно. Всё очень сильно зависит от скорости движения шарика, то есть от интенсивности вашей жизни, от его формы, понятно, что какой мтелепс будет двигаться и скакать в этом эпигенетическом ландшафте, иначе, и многих других факторов, которые являются персонифицированным особенностями строения вашего мозга. Что получается? Получается так, что каждый человек всё время образует некий выбор. Тем более вы знаете, кто слушает мои ролики, о том, что у нас есть две формы принятия решения. Лимбическое, то есть обезьянье, и картикальное, рассудочное, то есть человеческое. Рассудочное, поскольку очень дорого стоит, доступно далеко не всем. Все как живут, так и живут. Поэтому, на самом деле, продолжительная жизнь человеческая похожа уже вот на такой ландшафт эпигенетический, более сложный, чем я вам показывал в начале. В чём же в нём секрет? А дело-то в том, что вот эти все ответвления, которые есть, они могут случиться, а могут и не случиться. Но если брать один и тот же шарик с хорошей геометрией и запускать его в этом лабиринте, то он будет проходить его примерно одинаково. Вот, посмотрите, мы опускаем один раз, второй раз, третий раз. Вот эти вот ограничения, которых вы видите, которые возгоняют вот тот самую финальную лунку, они связаны с его особенностью. Отчасти, конечно, и с лабиринтом, и со всем остальным. Особенность – это конструкция нашего мозга. То есть наш выбор при каждом конкретном ветвлении нашей судьбы зависит только от нас. Но, к сожалению, часто не от тела, а от мозга. И поэтому, выбирая тот или иной путь, мы на самом деле опрягаем себя на последовательную сеть событий, с которой можно и не выбраться. Так вот, это всё замечательно. То есть, как вы видите, хорошо прорезанный в дереве лабиринт, он является в зависимости от массы шарика, конечно, аналогом нашего, так сказать, бытия и нашего движения в сопособственной жизни. Однако, как вы видите, зоны бифуркации, то есть разделения на два, на три, там, канала, они случаются в жизни очень часто. И разные шарики проходят их по-разному. Вот можете посмотреть. Там побольше шарик проходит одним манером, а маленький чуть-чуть поменьше – другим. То есть, в этом случае мы говорим о индивидуальных особенностях, которые приводят к тому или иному финалу. Теперь вопрос, который часто мне задают, говорят, ну а как вы можете воздействовать на такие колоссальные события, биологические, социальные, человеческие? Да, довольно несложно. Вот посмотрите на наглядном примере. Вот у нас шарик, который я вам уже показывал. Опять прошёл по тому же пути, по которому он всегда ходил. А теперь немножко изменим условия. Возьмём маленькую-маленькую песчинку. В данном случае просто швейная иголка. И воткнём её, но только в нужном месте и в нужное время. То есть, подложим под этот самый канал, по которому пробегает шарик, некое почти невидимое препятствие. Ну, здесь я специально для кино сделал его чуть покрупнее. И запустим шарик. Видите, что произошло? Произошло страшное. Он попал не в ту лунку в конце эпигенетического ландшафта. То есть, если переводить на более доступный язык социальных процессов, можно сказать так. Что если вы знаете, каким образом воздействовать на тот или иной социальный процесс, который происходит во времени, то вам не составит особого труда подложить вот эту самую песчинку в нужном месте по ходу движения шарика или человеческой судьбы. Что радикально изменит, ну, какой-то промежуточный финал. Так что, уважаемые слушатели, главное во всей этой истории не то, как, как я вам примерно объяснил, а то, чем воздействовать. Это уже другая совсем история. Вполне возможно, когда-нибудь я её расскажу вам, если эта технология, которую я использую, не будет востребована. Ну, родиной, естественно. Ну, пока никаких признаков востребованности я не вижу, а поступать таким образом очень несложно. Ну, конечно, тут придётся воспользоваться произвольным мышлением, которым не все обладают. Иначе невозможно понять, куда положить эту маленькую песчинку на пути большого и тяжёлого шарика, то есть жизни. На этом, уважаемые слушатели, я с вами прощаюсь. Желаю почаще смотреть подные, чтобы не наступить на ту самую песчинку, которую какой-нибудь доброжелатель вам подложит, изменив начисто вашу судьбу и представление о мире. На этом, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok